Тесс Гэрритсон. Двойник. Читает актриса Алла Човжик. Пролог. Этот парень опять наблюдал за ней. 14-летняя Алиса Роуз попыталась сосредоточиться на 10 экзаменационных вопросах, лежавших перед ней на парте, но мысли ее были далеки от начального курса английского. Думала она об Элайдже. Она чувствовала на себе взгляд мальчика, который словно луч солнца падал на ее лицо, обжигал щеку, и она знала, что краснеет. Сосредоточься, Алиса. Следующий вопрос экзаменационного листа, размноженного на ротаторе, был пропечатан нечетко, и ей пришлось сощуриться, чтобы прочитать его. Чарльз Диккенс зачастую подбирает имена, соответствующий характеристикам его героев. Приведите несколько примеров и объясните, почему герои получили именно такие имена. Алиса грызла кончик карандаша, вымучивая ответ, но она не могла думать, когда за соседней партой сидел он так близко, что она улавливала исходящие от него ароматы хвойного мыла и костра. Мужские запахи. Диккенс, Диккенс. Разве можно думать о Чарльзе Диккенсе, Николасе Никлебе и скучном английском, когда на тебя смотрит красавец Элайджи Лэнг? Господи, он такой красивый, этот брюнец с голубыми глазами. Глазами Тони Кертиса. Да, именно так подумала она, когда впервые увидела Элайджу. Копия Тони Кертиса, который улыбался со страниц ее любимых журналов, современный экран и фотоплей. Алиса опустила голову, волосы упали на лицо, и она украдкой за ширмой светлых прядей скосила взгляд в его сторону. Убедившись в том, что он действительно смотрит на нее, и совсем не тем пренебрежительным взглядом, которым ее окидывали другие мальчишки в школе. Эти злые пакостники, в присутствии которых она становилась неуклюжей и тупой. Девочка почувствовала, как заколотилось сердце. Мальчишки всегда насмешливо шептались у нее за спиной, но так тихо, что она не могла разобрать ни слова. Она знала, шепчется о ней, потому что смотрит на нее. Эти же мальчишки прикрепили к ее шкафчику в раздевалке фотографию коровы. Они же мычали, когда попадались Алисе в коридоре. Но Элайджа... Он смотрел совсем по-другому, обволакивающим взглядом. Взглядом кинозвезды. Она медленно подняла голову и смело встретилась с ним глазами, на этот раз не прячась за спасительной завесой волос. Его экзаменационная работа уже была написана и лежала лицевой стороной вниз. Карандаш отложен в сторону. Его внимание было приковано к Алисе. Девочка едва дышала, околдована его пристальным взглядом. «Я ему нравлюсь. Я это знаю. Я нравлюсь ему». Она прижала руку к шее над верхней пуговицей блузки. Ее пальцы пробежали по коже, оставляя на ней теплый след. Алиса вспомнила пылкий взгляд Тони Кертиса, устремленный на Лану Тернер. Взгляд, от которого пропадает до речи и дрожат колени. Взгляд, за которым неизменно следует поцелуй. Почему-то именно в такие моменты изображение на экране становится размытым. Почему так? Почему четкость пропадает именно на том эпизоде, который больше всего хочется увидеть? «Класс! Время вышло! Пожалуйста, сдавайте работы!» Внимание девочки снова вернулось к экзаменационному листу, лежавшему на парте. На половину вопросов она так и не ответила. «О нет! Когда же прошло время? Она ведь знает ответы! Ей не хватило всего нескольких минут». «Алиса! Алиса!» Девочка подняла голову и увидела, что госпожа Мэри Уэйзер уже тянет к ней руку. «Ты что, не слышишь меня? Пора сдавать работу!» «Но я...» «Никаких оправданий! Пора научиться слушать, Алиса!» Госпожа Мэри Уэйзер выхватила у девочки листок и двинулась дальше по рядам. Хотя Алиса и не слышала, о чем шептались девчонки на задней парте, она не сомневалась, что сплетничают о ней. Девочка обернулась и увидела, как они хихикают, склонив друг другу головы и заговорчески прикрывая рот ладонью. «Алиса может понять по губам, что мы говорим о ней. Она не должна этого видеть. Вот уже и мальчишки начали смеяться, показывая на нее пальцем. Что здесь смешного?» Алиса посмотрела на себя и с ужасом обнаружила, что верхняя пуговица оторвалась и блузка разошлась на груди. Прозвенел звонок, возвещая об окончании уроков. Алиса подхватила портфель, прижала его к груди и выбежала из класса. Она не осмеливалась поднять глаза, просто шла, опустив голову и, чувствуя, как к горлу подступают рыдания. Она бросилась в туалет и заперлась в одну из кабинок. Пока другие девочки весело щебетали, прихорашиваясь перед зеркалами, Алиса пряталась за закрытой дверью. Она улавливала запахи их духов и каждый раз, когда открывалась дверь, чувствовала, как вырываются в помещение струя воздуха. Эти золотые девочки в новеньких свитерах по последней моде. Они никогда не теряли пуговиц, никогда не приходили в школу в юбках, которые просились на помойку, в туфлях с картонными подушами. «Уходите, пожалуйста, уходите отсюда». Наконец, дверь туалета перестала открываться. Прижавшись ухом к двери кабинки, Алиса пыталась расслышать, есть ли кто-нибудь в помещении. Сквозь щелку она увидела, что перед зеркалом никого нет. И только тогда осмелилась выйти. В коридоре тоже было пусто. Все разошлись по домам. Больше некому мучить ее. Она шла, съежившись, словно желая защититься, по длинному коридору с обшарпанными раздевалками и постерами, объявлявшими о предстоящем через две недели танцевальном вечере по случаю Хэллоуина. Вечере, на который она, разумеется, не пойдет. Унижение, испытанное на дискотеке неделю назад, до сих пор жгло душу и, наверное, останется с ней навсегда. Два часа она подпирала стену в ожидании, в надежде, что кто-нибудь из мальчиков пригласит ее на танец. Наконец, к ней все-таки подошел парень, но вовсе не для того, чтобы потанцевать. Вместо этого он вдруг согнулся и его вырвало прям ей на туфли. Все, с тех пор с танцами покончено. Она прожила в этом городе всего два месяца, но ей уже хотелось, чтобы мать в очередной раз собрала их пожитки, и они переехали на новое место, где можно было бы начать все сначала, где все, наконец, пошло бы по-другому. Только всегда все оставалось по-прежнему. Она вышла из школы и зажмурилась от яркого осеннего солнца. Склонившись над своим велосипедом, она так сосредоточилась на отпирании замка, что не услышала шагов. Только когда на лицо ее упала тень, она поняла, что рядом стоит Элайджа. «Привет, Алиса». Она резко вскочила, опрокинув велосипед на землю. «О, Господи, какая же она идиотка! Как можно быть такой неуклюжей?» Трудный был экзамен, правда? Он говорил медленно и внятно. Это было еще одно достоинство Элайджа. В отличие от других детей, он выражался предельно ясно, и голос его звучал уверенно, и никогда не прятал от нее губы. «Он знает мой секрет, — подумала она, — и все равно хочет со мной дружить». «Ты успел ответить на все вопросы?» — спросил мальчик. Она нагнулась, чтобы поднять велосипед. «Я знала ответа, мне просто не хватило времени». Выпрямившись, девочка заметила, что Элайджа смотрит на ее блузку, которая разошлась из-за ровной пуговицы. Вспыхнув, она скрестила на груди руки. «У меня есть английская булавка», — сказал он. «Что?» Он полез в карман. «Я сам всегда теряю пуговицы. Это здорово достает. Давай я помогу тебе застегнуть». Алиса затаила дыхание, когда он потянулся к ее блузке. Она с трудом сдерживала дрожь, пока Элайджа прокалывал ткань и застегивал булавку. «Интересно, он чувствует, как бьется мое сердце», — думала она. «Догадывайся ли, что у меня кружится голова от его прикосновений». Когда он отступил, девочка перевела дух. Опустив взгляд, она заметила, что теперь блузка выглядит вполне пристойно. «Так лучше», — спросил он. «Да». Алиса помолчала, чтобы собраться с силами, и произнесла с королевским достоинством. «Спасибо тебе, Элайджа. Ты очень внимателен». Прошло немного времени. Над ними каркали вороны, а сенние листья казались яркими языками пламени, охватившего ветки деревьев. «Ты могла бы мне кое в чем помочь, Алиса?» — спросил он. «В чем?» «Какой глупый-преглупый ответ. Ты должна была сказать «да». Да, я все для тебя сделаю, Элайджа Лэнг?» «Я готовлю один проект по биологии. Мне нужен помощник, и я не знаю, к кому еще обратиться». «А что это за проект?» «Я тебе покажу. Пойдем ко мне домой». «К нему домой?» Она никогда еще не была в гостях у мальчика. Она кивнула. «Я только заброшу домой учебники». Элайджа взял свой велосипед. Он был почти такой же разбитый, как у Алиса, с ржавыми крыльями и драным виниловым сиденьем. За этот старый велосипед она полюбила его еще больше. «Мы идеальная пара», — подумала она. «Ты не Кертис и я». Сначала они поехали к Алисе. Она не пригласила его зайти. Ей не хотелось, чтобы он видел обшарпанную мебель и облупившуюся краску на стенах. Она забежала в дом, бросила портфель с учебниками на кухонный стол и тут же выскочила на улицу. К сожалению, за ней увязался Бадди, пес брата. Когда она выходила за дверь, он черно-белой молнией успел прошмыгнуть следом. «Бадди», — рявкнула она, — «сейчас же домой». «Похоже, он не очень слушается», — сказал Элайджа, — «потому что он глупый пес». «Бадди», — дворняга оглянулся, вильнул хвостом и рванул на дорогу. «Ничего страшного», — сказала она. «Он вернется домой, когда нагуляется». Алиса села на велосипед. «Так где ты живешь?» «На Скайлайн-роуд. Ты бывала там когда-нибудь?» «Нет». «Придется долго ехать в гору. Ты готова?» Она кивнула. «Для тебя я готова на все». Они отъехали от дома. Алиса надеялась, что он свернет на Мейн-стрит, и они поедут мимо кафешки, где после школы часто собирались одноклассники, гоняли любимые песни в музыкальном автомате, потягивали газировку. «Они увидят нас вместе», — думала она. «И у девчонок от зависти челюсти отвалятся. Вы только посмотрите, Алиса с голубоглазым и Лайджем». Но он не повез ее по Мейн-стрит. Вместо этого он свернул на Ло-Каст-Лейн, где почти не было жилых домов. Вдоль переулка тянулись задворки нескольких офисных зданий и служебная автостоянка консервного завода Дары Нептуна. Что ж, какая разница? Ведь главное, что она едет с ним. Держась чуть позади, она рассматривала его зад на пружинищем сидении и напряженные бедра. Лайджи обернулся к ней. Его черные волосы танцевали на ветру. «Все нормально, Алиса». «Отлично». По правде говоря, девочка уже выдохлась, поскольку дорога на выезде из города резко пошла в гору. Лайджи, должно быть, каждый день штурмовал Скайлан-Роуд. Ему было не привыкать. Казалось, он ничуть не устал. Ему ноги двигались, как мощные поршни. А вот она с трудом заставляла себя крутить педали. Что-то мохнатое привлекло ее внимание. Она скосила взгляд и увидела, что Бадди бежит следом. Пес тоже выглядел уставшим. Высунув язык, он изо всех сил старался не отставать. «Иди домой». «Что-то сказала?» — оглянулся Лайджи. «Опять эта глупая собака», — еле дыша вымолвила Алиса. «Он не отстанет, еще потеряется». Она свирепо взглянула на Бадди, но тот продолжал петлять вокруг велосипеда. «Что ж, валяй», — подумала она. «Изматывай себя. Мне наплевать». Они взбирались на гору по причудливому серпантину. Сквозь деревья проглядывал Фокс-Харбор, оставшийся далеко внизу. После полудения солнце окрашивало воду в медный цвет. Заросли становились все гуще, и вскоре Алиса могла видеть только лес в ярко-красных и оранжевых тонах. Впереди извивалась дорога, устланная опавшей листвой. Наконец, Лайджи затормозил. У Алисы от усталости дрожали ноги, и она едва стояла. Бадди пропал из поля зрения. Она надеялась только на то, что пес сумеет найти дорогу домой, потому что не собиралась искать его. Только не сейчас, когда рядом стоит Элайджа, улыбается ей и смотрит своим лучистым взглядом. Мальчик прислонил велосипед к дереву и перекинул через плечо рюкзак. «Ну и где твой дом?» — спросила она. «Вон там дальше». Он показал на дорогу, на обочине которой стоял столб с ржавым почтовым ящиком. «Разве мы не пойдем к тебе?» «Нет, у меня двоюродная сестра болеет. Ее всю ночь рвало, так что домой нельзя». «В любом случае, мой проект здесь, в лесу. Оставляй свой велосипед. Дальше пойдем пешком». Алиса поставила велосипед и последовала за ним. После подъема на гору ноги казались ватными. Они углубились в лес. Деревья росли густо, земля под ногами была покрыта толстым ковром листвы. Алиса храбро шла за мальчиком, отмахиваясь от комаров. «Так, значит, сестра живет с тобой?» Спросила она. «Да, она приехала к нам в прошлом году. Боюсь, это надолго. Если не навсегда. Ей негде больше жить». «А твои родители не возражают?» «У меня только отец, мама умерла». Она не знала, что сказать. В конце концов, пробормотала банальная «мне очень жаль». Но он, похоже, не расслышал. Заросли становились все гуще, и кусты ежевики больно царапали голые ноги. Она с трудом поспевала за ним. Юбка цепляла за колючие ветки, и вскоре Алиса сильно отстала. «Элайджа?» Он не ответил. Словно отважный путешественник, мальчик упрямо шел вперед с рюкзаком на плече. «Подожди!» «Ты хочешь увидеть это или нет?» «Да, но...» «Тогда иди». В голосе Элайджи чувствовалось нетерпение, и это ее удивило. Стоя в нескольких метрах от него, девочка заметила, что его руки сжались кулаки. «Хорошо», — слабым голосом пролепетала она. «Я иду». Вскоре показался просвет, и они вышли на поляну. Алиса увидела старый каменный фундамент. Все, что осталось от заброшенной фермы. Элайджи обернулся к ней, и лицо его озарилось отблеском вечернего солнца. «Это здесь», — сказал он. «Что это?» Он нагнулся и отодвинул две деревянные доски, за которыми показалась глубокая яма. «Загляни сюда», — сказал он. «Я три недели ее выкапывал». Алиса медленно подошла к углублению и посмотрела вниз. Солнце уже садилось за деревья, и дно ямы утопало в тени. В самом низу девочка смогла различить лишь слой опавших листьев. По краю ямы спускалась веревка. «Это что, ловушка для медведей или что-то в этом роде?» «Можно и так сказать. Если яму забросать сверху ветками, можно много кого поймать, даже оленя». Он показал рукой на дно. «Видишь это?» Девочка нагнулась. Что-то белое поблескивало сквозь листья на дне ямы. «Что это?» «Это и есть мой проект». Мальчик взялся за веревку и потянул. На дне ямы зашуршали потревожные листья. Алиса наблюдала, как натянулась веревка, когда Элайджи вытаскивал что-то из тени. Корзина. Он вытащил ее и поставил на землю. Когда мальчик смахнул листья, она поняла, что белело в глубине ямы. Это был маленький череп. Когда Элайджи разгреб все листья, показались кусочки черного меха и тонкие ребра. Узловатый хребет. Кости конечностей тонкие, словно прутики. «Ну, как тебе? Уже не пахнет», — сказал он. «Пролежал здесь почти семь месяцев. Когда я проверял в последний раз, на нем оставалось немного мяса, а теперь все чисто. В мае, когда стало тепло, процесс разложения пошел быстрее». «Что это?» «Не догадываешься?» «Нет». Элайджи приподнял череп и слегка провернул его, отделяя от позвоночника. Девочка поморщилась, когда он пихнул череп ей в лицо. «Не надо!» — скрикнула она. «Мяу!» «Элайджи!» «Но ты же сама спрашивала, что это?» Она уставилась в пустые глазницы. «Кошка!» Он достал из рюкзака полиэтиленовый пакет и начал складывать туда кости. «Что ты собираешься делать с этим скелетом?» «Это мой научный проект. От котенка до скелета за семь месяцев». «Где ты взял кошку?» «Нашел». «Ты нашел дохлую кошку?» Он взглянул на нее. Голубые глаза улыбались. Но взгляд уже не напоминал о Тоне Кертисе. Этот взгляд пугал ее. «Кто сказал, что она была дохлой?» У нее вдруг сильно забилось сердце. Она попятилась. «Знаешь, мне, пожалуй, пора домой». «Зачем?» «Уроки. Мне надо делать уроки». Он легко вскочил на ноги. Улыбка исчезла, сменившись тайным предвкушением. «Я... увидимся в школе». Пробормотала Алиса, продолжая пятиться назад и оглядываясь по сторонам. Кругом был все тот же лес. Откуда они вышли? Куда теперь идти? «Но мы ведь только пришли, Алиса». Он что-то держал в руке. Только когда он занес предмет над головой, девочка поняла, что это. Камень. От удара Алиса упала на колени. Она оказалась в грязи, в глазах почернела, руки и ноги онемели. Она не чувствовала боли, только тупое удивление от того, что он ударил ее. Она поползла куда-то, ничего не видя перед собой. Элайджа схватил ее за щиколотки и потащил назад. Волоча ее за ноги, он расторапал ей лицо о землю. Она пыталась брыкаться и кричать, но рот забился грязью и травой, а Элайджа все тянул ее к яме. Когда она почувствовала, что уже падает туда, девочка уцепилась за молодое деревце и за всех сил старалась удержаться. «Отпусти, Алиса», — сказал он. «Вытащи меня, вытащи меня». «Я же сказал, отпусти». Элайджа схватил камень и ударил ее по руке. Она закричала, ослабила хватку и тут же провалилась в яму, приземлившись на подстилку из листьев. «Алиса! Алиса!» Ошеломленная падением, она посмотрела вверх и увидела кусочек неба над головой. На его фоне выделялся силуэт Элайджа. Он заглядывал в яму. «Зачем ты это делаешь?» — схлипнула она. «Зачем?» «Лично против тебя я ничего не имею. Я просто хочу посмотреть, сколько времени это займет. Котенка хватило семи месяцев. А сколько понадобится тебе?» «Ты не сможешь так поступить со мной?» «Прощай, Алиса». «Элайджа! Элайджа!» Доски закрыли дыру, и свет померк. Больше она не видела небо. «Это неправда», — подумала она. «Это шутка. Он просто пытается напугать меня. Он подержит меня здесь несколько минут, а потом вернется и выпустит. Конечно же, он вернется». Потом что-то застучало по доскам. «Камни. Он заваливает доски камнями». Алиса встала на ноги и попыталась карабкаться наверх, ухватившись за сухую лозу, которая тут же рассыпалась в ее руках. Она стала скрести землю ногтями, но так и не нашла, за что зацепиться. Всякий раз, чуть приподнявшись, девочка скатывалась назад. Ее крики пронзали темноту. «Элайджа!» — орала она. Но ответом ей был только грохот камней по дереву. Элайджа!